Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Можно ли носить булавку на одежде от сглаза? Отвечает... Нет, не Александр Друзь, отвечает пророк Исаия. Не называйте заговором всего того, что народ себе называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Савуофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Нету сглаза, нету порчи, нету никаких венцов безбрачия, нету никакие там проклятия до сорок четвёртого колена. Нету. Пророк говорит, не называйте заговором того, что сей народ называет заговором. То есть не наделяйте смыслом того, в чём смысла нет, ибо по вере ваша да будет вам. Мы из небытия в бытие приводим самых страшных демонов и самые большие неприятности на голову свою горемышную, веря в то, что несуществующее существует. Как только ты начинаешь верить, что на тебя можно наговорить, на тебя можно что-то там, порчу навести, где-нибудь привезти куколку Вуду, натыкать иголок, тебя будет в левом боку колоть, то так и знаешь, что это всё сбудется. Но не потому, что это работает само по себе, а потому, что ты оттрёкся от Господа Бога. От его промысла о тебе, о его воле о тебе, от его любви к тебе, от его силы и всемогущества. Ты теперь раб не Божий, ты раб страха, ты раб каких-то шарлатанок из Ютуба и низкосортных рекламных роликов. Ты им служишь, ты им веришь. Кому ты веришь, тому ты и слугам. Вера обладает колоссальной силой, огромной. Верой спасаемся мы и воспринимаем благодатные, искупительные плоды подвига Христова. Вера имеет огромное значение. И как только ты чуть-чуть усомнился в том, что Бог выше всего этого, и Он тебя, христианина, защищает от всякого зла. И думаешь, да нет, какая-нибудь бабулечка в третьем поколении знахарка на меня порчу навела, любовница мужа сходила, заплатила миллион, а за миллион только год сколько можно навести. Вот, все, теперь надо туда сходить. Бабке, которая два миллиона берет, она уж, чтобы свела эту порчу. А в храм-то чего ходить там все там, побы там, на яхтах приезжают на приходы с бабушек, там по 10 рублей дерут за свечку. Там не может быть святости никакой. А вот тут Мария Стефания в седьмом поколении, кудесница, крестная Дэвида Капперфилда. Вот она вот столько, столько уже порчи сняла. О, мне тут подруга советовала. Жизнь наладилась, ой, как жизнь наладилась. И текут ваши денюжки. Если бы только денюжки, ваши души в преисподнюю. Денюжки просто обнуляются. А души в преисподнюю, ибо ты теперь сатане ее отдала, поверив, что кто-то может тебе помочь. А булавка это какая-то лайт-версия предательства Бога. Ну, как бы чуть-чуть предали. Не совсем прямо так. Пошли там порчу снимать. А вот превентивные меры приняли, чтобы никакой дурной взгляд на тебя не повлиял. Но если ты веришь, что он повлияет, так повлияет. Конечно. Ведь ты же Богу не веришь. Вот и как грустная ситуация. Так и нет никакого сглаза. Но как только ты начинаешь верить, он в твоей жизни появляется. И никакие булавки не помогут. Хоть ты купи завод по производству булавок, хоть ты ходи в этих булавках, как один странный тип из старого фильма ужасов. Так у него все лицо было этим булавками утыканное. Ничего тебе не поможет. Не работает. А вот только нацепил на себя булавку и все. Все начинает работать. Все. Все зло к тебе прилепляется. Потому что ты булавка трекся от Бога. Как просто. Правда, да? Господь защитник мой, Господь спаситель мой, кого боюсь, кого устрашусь. Да никого. Простите за недословную цитату. Грустно все. Грустно, как мы за медный грошек продаем Царство Небесное. Как за пустой страх лишаемся всех тех благ, которые Господь дает боящимся Его, а не кудесниц в седьмом поколении. Берегите себя, друзья, от суеверии, от веры в то, что кроме зла вам ничего не принесет. И не надо какими-то внешними амулетами, оберегами оберегаться от того, чего нет. Ибо вы много чего можете из преисподней в свою жизнь привести, веря в то, что это таки есть. Берегите себя от самих себя, в первую очередь, от всех тех суеверий и маловерия, которые копошатся в наших умах и сердцах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok